Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня гостях у Альфа-Ньюс, известный российский репортер, журналист Надана Фридиксова. Добрый день, Надана. Привет. Я знаю, что вы недавно были в Армении, сняли фильм про Армению, про акции протеста во главе с архиепископом Багратом. Вот хочется узнать, о чем фильм и ваше впечатление вообще. Вы долго были в Армении, освещали подробно. Вот о чем ваше впечатление по всем этом? В Армении, получается, провела где-то два месяца. Я, конечно, выезжала в Москву, но у меня даже друзья шутили, что ощущение, что я живу в Армении, а в Москву выезжаю в командировку. Так, в принципе, это и было. Я сначала сняла первый фильм, Армения, последняя война. Тогда архиепископ Баграт только-только из Тавушской области дошел до Еревана. И был тут большой масштабный мидинг 9 мая, который был, пожалуй, самым масштабным после событий с войной, которая была уже несколько лет назад. И как раз тогда вышел у меня первый фильм, где я пыталась российской аудитории объяснить, что происходит, почему люди выступают против передачи, ну и так далее, и так далее. Фильм, который вышел сейчас, я его так и назвала «Баграт Сарбазан». Это, по сути, продолжение первого фильма. Я хотела показать, как протестное движение развивается, с чем сталкивается, какие мысли у людей, какие впечатления у людей, как все это выглядит, что за кадром происходит. Ну, не знаю, наверное, какой-то элемент у меня все-таки получилось передать какие-то такие моменты. Мне хотелось, чтобы российская аудитория лучше понимала, что происходит в не чужой нам стране. Потому что иногда я слышала отдельные реплики своих коллег, неглупых людей, журналистов. Одни такие, это же Майдан. Ну, вот у людей еще есть триггеры по лейкалову Украины. Чуть что? Майдан. Я говорю, это не совсем Майдан. А что хотят протестующие? Я понимаю, что люди в России, ну, как бы не очень в повестке. Это можно понять, потому что для России все-таки центральная тема – это специальная военная операция. Это можно понять. Но мне хотелось, чтобы все-таки и сюда взор общества был обращен. Мне кажется, что фильм в этой части получился. Мне единственная жаль, лично жаль, что на данном этапе протестное движение ушло в такой режим, но не спящий, но таких переговоров. Я отслеживаю по-прежнему повестку. Я вижу, что Баграт Сарбазан продолжает путешествие по Армению, проезжая в самые разные регионы. Он общается с людьми. Это действительно важная работа. И надо признать, протестующие с первых дней говорили, они не хотят устраивать тот самый Майдан. Они не хотят кидаться камнями ни в кого и не хотят проливать кровь. И на то есть очень много причин. Изначально протест заявлялся, как такая большая история сопротивления, несогласия, но в легальном пуле. Никто не хотел, как я поняла, переходить эту черту. Но мы видели, что полиция довольно жестко реагировала. Были примеры со стороны полиции, безусловно. Я сама была свидетелем, когда так называемые красные береты, говоря простым языком, жестили. Ну, например, когда вот эта уже знаменитая история, в здание партии Дашнак Цутюн вламывалась вот эта толпа красных беретов, я была свидетелем этому. Были кадры задержания депутата, которого они вообще задерживать не имели права. Не только задерживали, там фактически резьбение, оскорбление. Да, потому что им показалось, что он куда-то, он хотел удостоверением показать, им показалось, что он лезет за чем-то другим. Да, и там были жесткие кадры, как они его прямо, извините, мутузят. И как мне потом рассказывали, значит, они уже посадили в машину, и тут, наконец, они выясняют, кого они задержали. Мне кажется, они очень хорошо знали. Тут многие считают, что это было запугивание. Потому что там идут оскорбления. Ну, тут другое интересно, смотрите. Тут важный момент. Просто те ребята, которые на улице все это в красных беретах носятся, им дали приказ. Они пошли исполнять. Я не уверена, что многие из них понимали, что происходит. В контексте очень интересный момент, который российская сторона, опять же, в связке с Грузией упоминала, например, Мария Захарова, на брифинге, когда проводила параллель между отношением западных структур к тем же акциям протеста в Грузии, в Армении, когда в Грузии шли на штурм парламента, реальный штурм парламента, и критика в власти за то, что они там, в отличие от армянских, там не применяли на свой, знаешь, светошумовых гранат, все остальное. И вот этот случай показывает, например, тот же случай с ЕСБМТП, когда человек 50 на него кидается и все остальное, но дисциплинарное производство идет в отношении одного, и не факт, что даже что-то будет. И мы видим, что западные структуры, в принципе, больше критиковали даже не саму власть, а протестующие заявления американцев. В чем вот этот парадокс в вашем смысле? И как раз, кстати, вот один из представителей партии Дашнак Цутюн, он как раз сразу по горячим следам задержания, он так очень эмоционально это все комментировал, и как раз он говорил, я обращаюсь к международным структурам, где ваши глаза, почему вы это не замечаете? А почему не замечаете, ваше мнение? Мне кажется, потому что как раз-таки власть Николы Пашиняна понятна западным партнерам, и они не собираются менять эту власть, они не хотят, чтобы были какие-то перемены в Армении. Сейчас, например, в стране находится глава USAID, Саманта Пауэр, и судя по кадрам, которые есть в открытом доступе, у нее полное взаимопонимание с действующей властью, они заключают контракты на разные проекты USAID, а мы прекрасно понимаем, что это за проекты. Это не только культурное сотрудничество, вежливо говоря, там гораздо более глубинные процессы идут. Зачем американцам менять власть в Армении, которая им понятна? Ну, я просто логики не вижу. В Грузии, да, грузинская мечта стала наступать на интересы и Соединенных Штатов, и Франции. Они там могут опереться только на президента Саламезу Рубешвили. А грузинская мечта сейчас идет по другому пути. В принципе, если взять, если мы смотрим на события в Грузии, то не так, что Грузия отказалась от западного пути. Сейчас приостановлено вступление в Евросоюз. Да, но пытаются наказать, но в принципе грузинские власти уже не выступают против. Они просто говорят, мы не хотим каштана из огня тащить. Грузинские власти не хотят быть между молотом и наковальней, и, простите, не хотят быть Украиной. Потому что умные политики понимают, что такое в нынешних реалиях быть между молотом и наковальней. Целая страна, Украина, которая переживает вот этот, вежливо говоря, непростой период. И никто не хочет повторения этого пути. Поэтому грузинская мечта стала откалываться от этой истории и получила реакцию западных всяких лидеров, каких-то организаций. Ах, посмотрите, они же дети. Армянские власти, действующие, текущие, у них полное взаимопонимание с Лондоном, с Парижем, с Вашингтоном. Мы видим активное сближение, все это в публичном пространстве. С чего бы и западным странам поддерживать протестующих и убирать власть, которая, как Герасим, на все согласен. Кроме того, исходя из того, что мы видим, очевидно, что Никол Пашинян и его команда вполне симпатичные президенту Азербайджана. Почему нет? Он выставляет ему условия, тот соглашается, конечно, Эрдогану тоже. И тут к Альхаму Алиеву мало у кого вопросов. Даже протестующих вопросов к Альхаму Алиеву нет. Он отстаивает интересы своей страны. У протестующих были вопросы к Николу Пашиняну. А почему же ты в этих переговорах не оставишь интересы своей страны? Я уверен, что в Ереване вам этот вопрос задавали. И сейчас тоже позовут. Многие в Армении могут понять, какова позиция самой России, ее интересы, что она готова делать для защиты своих интересов. Потому что вы правильно все описали, но в принципе американцы продвигают свои интересы. Турция и Азербайджан свои интересы, европейцы свои интересы. А Россия фактически, потому что зачастую в армянской общественности звучит мнение, что Россия в принципе и сама не против уйти и из Армении, и из Южного Кавказа. Поэтому так слабо отстаивать свои позиции. Давайте понимать, для России сейчас приоритетна специальная военная операция. И мне казалось, что армянское общество, как никто это понимает. Общество, которое еще в недавнем прошлом переживали боевые действия. Поэтому понятно, что фокус внимания России, он в другом направлении. У Запада тоже фокус внимания на конфликте с Украиной, с Россией? Не совсем, потому что Запад не прямой участник. Они снабжают киевский режим оружием, инструкторами, все понятно, там наемниками. Но у них нет прямой вовлеченности все-таки. Поэтому да, а у России прямая вовлеченность. Поэтому для России это задача номер один. Что касается событий в Армении и протестов. На мой взгляд, субъективных взглядов. Я не хочу только про протесты, я в целом про политику в России в регионе. Это не обязательно связки с протестами в Армении. Я поняла, но тем не менее протесты тоже стали таким значимым моментом в отношениях и России, и Армении. Так вот, на мой субъективный журналистский взгляд, Россия дистанцировалась от этой истории протестов. А значит, в целом дистанцировалась сегодня от конфликта внутри Армении между частью общества и действующей властью. Россия, это опять же мое субъективное представление, не очень понятен был посыл этих протестов. Россия не очень был понятен Баграт Сарбазану. Вот глобально он не был понятен. У России были определенные вопросы. А Пашинян Панатин? Да. Как я понимаю... И устраивает? Я не знаю, устраивает или нет. Я не вхожа, к сожалению или к счастью, в определенные кабинеты и не могу подслушать. Но я точно понимаю, что поведение Николы Пашиняна в Кремле могут просчитать. Оно понятно. А вот протестное движение для политических элит России, кто тем более задействован на внешнем контуре, ну, скажем так, вызывало вопросы. Поэтому Россия дистанцировалась, отошла в сторону и больше занималась своими вопросами. Но это мне больше, знаете, очень сильно события в Армении, в нашем регионе. Когда мне никто считает, что это такой хитроумный план России, я все время привожу пример Украины. Говорю, на Украине же тоже очень спокойно Россия довела ситуацию. Хотя я помню, как многие эксперты предупреждали, к чему может привести развитие событий. К началу СВО. Поэтому, опять же, не связки, но иногда складывается ощущение, что даже если в России сейчас времени нет этим заниматься, в отличие от Запада, который находит время везде заниматься, все равно рано или поздно придется заняться. Вы видели недавно заявление вице-премьера Аверчука. Впервые на таком высоком уровне я слышал такое предупреждение, что если Армения выбирает празападный путь, то это будет иметь экономические последствия. И мы увидели, что сразу после этого Николай Пашиняна как-то немного скорректировал тот же референдум о евроинтеграции. Но это просто подтверждает тезис. То есть, как бы у Николай Пашиняна российские власти глобально пока могут просчитывать. И когда они считают, что он выходит за какие-то рамки, они его осекают вот такими заявлениями. Пока для России, видимо, для элиты, это движется в приемлемом русле. Вопрос, как Россия отреагирует, если Николай Пашиняна всего каких-то причин будет переходить из самой красной линии семимильными шагами. Вот это большой вопрос. Я не знаю, какая будет реакция России. Вряд ли будет начинаться специальная военная операция в Армении. Нет, я на это даже ставку не делаю. Это действительно на уровне шутки. Но если Николай Пашиняна, как я думаю, совсем уже пойдет по каким-то странным путям для Москвы и будет напрямую нарушать какие-то договоренности, мне кажется, Россия отреагирует. Как? Понятия не имею. Ну, вот специальная военная операция, это шутка была. Будут какие-то другие механизмы. Какие? Не знаю. Но то, что Россия не участвует сегодня во внутренних противоречиях Армении, это тоже факт. Ну, мы знаем, что Россия, в принципе, не присуща российской стороне. Да, но в Ереване отдельные люди мне говорили, что руки Москвы торчат за протестами. Говорю, да, вот вы на них смотрите, это мои руки, журналистские руки. Это максимум рук, которые вы найдете. Тем не менее, такие настроения есть, и они подогревают в социальных сетях. И я видела там в один из телеканалов. Ну, это власть не только социальная, власть очень активно пытается связать Баграта с Россией. Пытались продать эту историю, но это глупо. Ну, я знаю, потому что понимающие люди понимают, что Москва, как вы сказали, никак не проявляла своей несимпатии, ни... Вопрос в том, что хочет армянское общество. Потому что тоже надо понимать, что часть, не все общество, но часть армянского общества, они же принимают дубы Николы Пашиняна и его команды. Они же соглашаются с его тезисами. Это нельзя игнорировать. Я скорее немножко подогнал с формулированием. Они не являются сторонниками Пашиняна, но вот эти тезисы, что надо наслаждаться жизнью, не надо бороться, все остальное, но это не означает, что они все-таки являются. Но тут проблема в другом. Когда мы говорим об армянно-российских отношениях, и в целом ситуация в регионе, когда я говорил, какая позиция России, проблема в том, что непонятно, какую альтернативу предлагает Россия всем этим процессам происходящим. Допустим, в теории власть в Армении в Баград, Сарпазан или кто-то другой добивается смены Пашиняна на Церне Пашиняна. Он приходит в власти. Вот что волнует армянское общество. Политика России в отношении Армении в целом ситуации в регионе изменится или нет? А изменится в чем? То есть, какие ожидания у армянского общества на перемены? Ну, например, вот такой самый примитивный пример. Власть меняется, как ты уже сказала, Пашинян и Олег очень хорошо находят язык Пашиняна. Олег начинает какую-то эскалацию. Россия в состоянии будет остановить Олег от эскалации? Я думаю, переговоры Москвы и Баку будут. И думаю, да. Тем более, тут надо тоже понимать, из того, что я слышала, протестующие четко проговаривали. Мы не будем умножать на ноль те договоренности, которые уже есть. Потому что понимаем, что ответная реакция Баку будет военная эскалация, к которой Армения не готова. Да, если в Армении происходит, например, смена власти, например, и человек, кто придет на смену Николы Пашиняна, не будет радикально западником, с криком прощения, мы-то Россия, и вот это вот все. А вменяемый человек. Я думаю, у Москвы достаточно потенциала вести переговоры с Баку, чтобы не допустить очередной эскалации военной. Конечно, и с Анкарой тоже. А в России есть точки, потому что влияние на Баку и Анкару? Потому что иногда складывается ощущение, что события последних лет показывают, что Азербайджан спокойно ведет политику, не оглядываясь на Москву. Я бы так не сказала. И Москву зачастую вынуждена подстраиваться под Анкару и Баку. Я бы так не сказала. И переговоры Путина-Алиева, которые длились там несколько часов, и кадры, которые мы видели, как журналисты и общество, показывают, что у них есть на сегодняшний момент взаимопонимание, как у двух политиков. Еще раз. Многие в Армении болезненно воспринимают какие-то моменты в политике России в отношении этого региона. Я могу это понять. Но я жду, что и люди в Армении поймут, что Россия третий год вовлечена в другой процесс. На это надо делать скидку. Это нельзя выкинуть за пределы дискуссии, говорить мне, ну как же так, ну вот так. Мне просто тут опять скажу, эту тему я часто обсуждаю со своими российскими коллегами, российскими экспертами. Я вот всегда эту мысль повторяю, если бы я в результате российской политики видел, что за счет ухудшения отношений с Арменией Россия усиливает свое влияние, позиции в Азербайджане, мне как Армению было бы неприятно, но хотя бы как эксперт, логику политики России. Но я вижу, что Россия в итоге, получается, теряя Армению еще больше ослабляет свои позиции в Азербайджане. Я сказала, что пока Россия теряет Армению, тут пока так радикально я бы не стала говорить, но я призываю третий раз посмотреть шире. Интересы России не заканчиваются за Кавказьем, это факт. Сегодня есть определенный баланс. У Москвы определенные отношения с Баку, у Москвы сложные отношения с действующей властью в Армении, но внимание России приковано сегодня к другим событиям, на другом театре действий. Но это факт, что не помешало событиям в Грузии развиваться в том ключе, как они и развиваются. Потому что, казалось бы, коль уж Россия увлечена СВО, западники могли уже давно всю Грузию свернуть в бараний рог. Вместо этого мы получаем жесткое сопротивление от грузинской мечты, которая начинает принимать законопроекты, вызывающие на Западе просто чесотку и истерику. А при этом они понимают, что это в грузинском обществе найдет поддержку. И в грузинской церкви. Как мы видим, не у всего общества. Кто-то же здание парламента штурмовал. Это же не американцы высаживались тем и ночью. По мнению многих экспертов, это наоборот поможет им обеспечить победу. Вот как раз вот эти заявления, последние шаги призваны как раз помочь оппозиции на выборах. Мне тоже казалось, что когда они принимают законопроект, запрещающий ЛГБТ, запрещенный также и в России, что для грузинского общества это будет просто вот мед на душу. Я была не права. Потому что я смотрю отдельные телеграм-каналы, я смотрю отдельные там социальные сети в запрещенном в России фейсбуке. Я вижу, что у некоторой части грузинской молодежи как раз уже все по-другому. Да, но тут, знаете, вопрос это про активное меньшинство, которое зачастую создает такую картину. А Украина нам показала, не надо игнорировать меньшинство. Тоже когда-то в России сидели умные, значит, дядьки и тетки, которые говорят, на Украине это 2%, дать до чего не сделают. Получили, что получили. Потому что иногда, когда это меньшинство получает денежный поток хороший и получает консультантов, которые помогают им отрегулировать протесты на улицах, мы получаем скачки, мы получаем кровь. Ну и готовы власти играть в эти игры, этих стран. Ну, не совсем, потому что Янукович там как бы сразу пенделем вышибли. Там как раз пошел тот самый хаос. Мы понимаем, что тот же Янукович несколько разами в возможности. А, ну ты имеешь в виду до вот этих событий, но и вот эти метания, то он с Европой, то он с Россией. Последний турнебл в Китай, откуда он вернулся с чемоданчиком странным. И вот получили, что получили. Не надо недооценивать меньшинство. Конечно, это меньшинство может потом дать прикурить ого-го, как всем. И для меня было удивительно, что в Грузии вот это меньшинство, оно суткано из молодежи. То есть активный, пассионарный протест в дело молодых. А вот им не нравится, что им запрещают ЛГБТ. Они уже немножко другой формации люди. Поэтому в Грузии события еще могут развернуться очень. Я согласен, что я считаю, что, ну и не только я, общаясь с моими коллегами, которые в Грузии занимаются, что правящая партия держит победу на выборах, но другой вопрос, что будет после выборов уже. Ты знаешь, Айками тоже казалось, что когда протесты в Армении возглавил духовный человек, духовное лицо, тем более я своими глазами видела, что у Баграда Сарбазана довольно высокий авторитет. Я знаю, что у Армянской апостольской церкви высокий авторитет в армянском обществе. И она, скажем так, не отвернулась от деятельности Баграда. Мне казалось, дайте протестам три дня, и вся Армения поддержит. Ну так складывай один, плюс один, плюс один. Но я же оказалась не права. Ну там много этой темы уже. Ну, кстати, вот последний вопрос, опять возвращаясь к твоему фильму и освещению протеста в Армении со страной России, когда сказал, иногда складывается ощущение, что вот такая либеральная, настойная часть российского общества зачастую такой нескрываемый симпатик Пашняну, а вот именно патриотическая часть такая, она против. Вот в чем этот такой разрыв? А это то, о чем мы с тобой уже начали говорить. Я сказала, что фигура духовного лица, который возглавляет протесты, в России многим, я имею в виду не общество, я имею в виду людей, кто принимает решения, непонятно. То есть вот возникли вопросы. Пашинян не то чтобы устраивает, просто понимание людей предсказов. Наоборот, кроме тебя я видел много российских, вот эта тема, много российских известных журналистов, нет, ты даже там иностранные агенты, что приезжали освещать, и было очень интересно, вот как внутриполитическая позиция в России влиять на освещение как бы протестов, капли ситуации в Армении. Ну никак, то есть когда были протесты, обрати внимание, федеральные российские каналы крупнейшие давали репортажи прямо в центре Еревана, они показывали эту картинку, то есть какого-то запрета на эту тему. Спасибо, Господи не было. Вот либеральная часть российской общества, я другое хочу сказать, вот они многие, я их смотрю программы, ну нескрываемо такая симпатика Пашиняну, желание, чтобы он обязательно удержался, чтобы… Я этого не замечала, или приведемый какой-то конкретный пример, потому что опять же, либеральная часть российского общества, они немножко другим, по-моему, сегодня заняты. Но что касается протестующих, давай тоже такой момент глобальный, они что же не послали никакой понятный, четкий сигнал никому. Ну, ни Западу, ни России, ни Иран, никому, никаким внешним игрокам. И никто до конца не понял из внешних игроков, а что вообще происходит. Ну, тут другой интересный момент, я вот сегодня сам давал интервью, этот вопрос прозвучал, я говорю, вот лично мне как гражданин Армении, все-таки я был бы против, чтобы протесты в Армении поддерживалась какой-то внешней силой, потому что я считаю, что смена власти должна исходить, ну, исходит из интереса в армянском народе, армянский народ сам должен решать. А я согласна с этим, я не сказала, что протестное движение должно было кого-то привлечь к себе, но послать четкий сигнал внешним игрокам, просто объяснить, мы такие-то, такие-то, вот такой-то наш план на случай, если мы возьмем власть. Но этого тоже не было. Ну, я надеюсь, все-таки протестующие эти ошибки исправят, и, как и мы обещали, осенью. Осенью, да? Ждем вас снова в Армении. Понятно, буду опять там жить. Спасибо большое. Сегодня в гостях у Альфа-Ньюс был известный российский репортер, журналист Надана Фридихсон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова